Всем привет! В эфире передача «Любимый город студента» и я, ее ведущая, Алина Черняева. А по ту сторону объектива находится мой оператор Леша. Сегодня я расскажу вам, на мой взгляд, об одном из самых необычных факультетов Донецкого национального университета. Именно здесь учатся гуманитарии и до глубины души творческие натуры. И как они только уживаются вместе? Ты о чем вообще? Об экономическом факультете Донну. Ну и что тебя в нем смущает? Мне непонятно, как в стенах одного факультета учатся экономисты, маркетологи и угадаешь кто? Понятия не имею. Дизайнеры? Неожиданно. Пойдем узнаем у студентов, как им живется вместе. Пойдем. Прекрасно учатся, очень люблю факультет, мне безумно нравится. И преподавательский коллектив, собственно, и все те, с которыми учатся. Преподаватели нас поддерживают. Если вы имеете в виду именно общественную деятельность, то я вам больше скажу, преподаватели принимают участие в Дне экономического факультета, который состоится 18 мая в актовом зале Донну. То есть преподаватели некоторые будут участвовать в КВН, актерское мастерство, танцы, песни и так далее. Конкретно здесь мы занимаемся развитием общественной жизни на факультете, ну, собственно, и в самом университете. Во-первых, мы проводим внутренний дебют, то есть между специальностями и кафедрами, и в этом дебюте участвует абсолютно каждый первокурсный. Дальше идет, как бы, иерархическая лестница, уже дебют внутри университета, то есть между факультетами. После, соответственно, самые активные ребята могут приходить сюда и помогать развивать дальше общественную деятельность. Какие-то культурно-массовые мероприятия, типа Экватора, межвузовский дебют, ну, тоже на межвузовский дебют идет отбор после дебюта внутри университета. Еще у нас на факультете есть команда против правил, ребята участвуют в юзовской лиге, уже прошли в одну четвертую, они дальше будут рвать. Вот, собственно, ребята молодцы, мы их очень хорошо поддерживаем. Это команда КВМ нашего факультета. Скажи, с другими факультетами вы общаетесь? Да, общаемся, активно поддерживаем с ними контакты. Вот на мероприятии «Экватор» 16 марта, если я не ошибаюсь, мы участвовали в одной команде с биологическим, химическим и историческим факультетом. Поделись впечатлениями. Мне очень понравилось, я сам принимал участие. Наши ребята забрали большой веселый кубок, то есть это кубок КВМ. Мы были очень рады. Я настоятельно рекомендую абитуриентам хорошо подумать о том, какую специальность и какой факультет выбрать, но, конечно же, как студент я скажу, приходите на эконом. Мы вас ждем и очень тепло примем. Студенческая жизнь самая яркая, красочная и незабываемая. На самом деле экономический факультет очень дружный. Учебный процесс здесь обеспечивает 9 кафедр по разным направлениям подготовки. Давай узнаем о специальностях подробнее. Хорошая идея. Пойдем в ДК, но заодно узнаем, какая специальность пользуется большей популярностью на экономе. Пойдем. Экономический факультет выпускает студентов по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета. По бакалавриату достаточно много у нас специальностей. Экономика предприятия, международная экономика, менеджмент, маркетинг, логистика, международный бизнес, управление персоналом, государственное и муниципальное управление, педагогическое образование, профиль, география и экономика и дизайн. По специалитету экономическая безопасность, по магистратуре экономика предприятия, международная экономика, прикладная экономика, менеджмент, маркетинг, бизнес-администрирование, управление персоналом, государственное и муниципальное управление, дизайн. Скажите, а какие специальности пользуются большей популярностью? Вы знаете, трудно, когда являешься руководителем факультета, выделить кого-то… Тут, может быть, лучше говорить о кафедрах, которые имеют наибольшую историю, кафедры, которых возглавляют ведущие ученые, и они являются, скажем так, центром притяжения студентов. И вот здесь, наверное, следует выделить несколько кафедр. Кафедра экономика предприятий, ей достаточно давно руководит Виктория Васильевна Краснова, профессор, доктор экономических наук. У них кафедра занимается по двум направлениям – по экономике предприятий и по экономической безопасности. Еще одну кафедру следует отметить – кафедра управления персоналом и экономики труда. Ее возглавляет Наталья Дмитриевна Лукьянченко, профессор, доктор экономических наук. Факультет был образован в 1966 году. Его образование было связано, скажем так, с открытием Донецкого научного центра. И тогда образовывался наш университет, тогда он назывался Донецкий государственный университет, впоследствии Донецкий национальный университет. И был открыт экономический факультет в силу того, что наш регион, наша Донецкая область, Донбасс нуждались в специалистах-экономистах. С той поры у нас, скажем так, вырос хороший по качеству и по количеству преподавательский состав. На данный момент на факультете работает 84 штатных преподавателя. Среди них 7 докторов наук, 54 кандидата наук. Кафедра дизайна присоединилась к нашему факультету в трудном 2014 году. В том вузе, в котором она работала, скажем так, произошло разделение преподавательского состава. Вуз этот распался, часть преподавателей покинула этот вуз. И кафедра дизайна обратилась к руководству нашего университета. И руководством нашего университета было принято мудрое решение принять и эту кафедру, и другие кафедры в состав университета. Кафедра дизайна хорошо, скажем так, влилась в наш коллектив. И теперь она называется кафедра дизайна и арт-менеджмента. Здесь есть и экономическая составляющая. Кафедра уникальная в том смысле, в республике больше нет таких кафедр. Это единственная, скажем так, единственная кафедра, которая выпускает специалистов высшей квалификации. По бакалавриату и по магистратуре дает высшее образование именно по дизайну. Эти студенты, скажем так, пользуются, так сказать, спросом не очень хорошо говорить, но во всяком случае кафедра выпускает качественных специалистов. И, например, вот совсем на днях Южный федеральный университет под эту кафедру выделил 10 бюджетных мест магистратуры. И студенты-дизайнеры, обучающиеся в магистратуре на последнем году выпуска, они сейчас готовят магистерские диссертации и будут, кроме того, что защитятся здесь у нас, в нашем университете, они защитятся еще в Южном федеральном университете по программе двойных российских дипломов. На факультете по состоянию на 1 апреля 2017 года обучается 932 студента дневной формы обучения и 621 человек заочной формы обучения. Кроме того, наш факультет активно взаимодействует с Горловским учебно-консультационным центром и Енакиевским учебно-консультационным центром. Несколько специальностей нашего факультета выпускают студентов бакалавриата и магистратуры в Енакиево и Горловке. Наши студенты активно занимаются научной деятельностью. Кроме того, что мы работаем, учимся и занимаемся общественной деятельностью, очень много занимаемся и культурно-массовыми мероприятиями. И когда к нам поступает первый курс, мы обязательно проводим День первокурсника. День первокурсника в главном корпусе проводится такой вот концерт, на котором вновь поступившие ребята показывают свои таланты. Потом у нас проводится, естественно, День факультета. Обязательно проводится студенческий экватор. Обязательно проводится соревнование между факультетами на, знаете, как вот, лучшую песню, лучший танец. И, скажем так, череда культурно-массовых мероприятий, значит, она очень активна. Их приурочивают и к новогодним праздникам, и к 8 марта, и к 23 февраля, когда мы чтим нашу армию и флот. Вот, достаточно много у нас и культурно-массовых мероприятий. К этим же культурно-массовым мероприятиям, хотя они и носят и учебный характер, можно отнести значительное количество выставок, которые проводит кафедра дизайна. В центре Арт-Донбасс, в Краеведческом музее, в арт-галереях Донецкой Народной Республики. И студенты охотно посещают эти мероприятия, участвуют, скажем так, приобщаются к художественным ценностям. Обращаясь к абитуриентам, пока вы размышляете, куда поступать и какую выбрать специальность, я напоминаю вам, что пора уже усердно готовиться к ГИА. Ведь первый экзамен по химии уже 22 мая, 24 мая по физике. Обязательный экзамен по русскому языку 30 мая. Только не говори, что экзамены на 8 утра. Нет, все экзамены на 10 утра. Ну, хоть так. Ты-то чего так переживаешь? Тебе же не нужно их сдавать. Ребят, жалко. Это да. Но потом они будут с улыбкой вспоминать эти экзамены, поступление в университет, посвящение в первокурсника, дебют и многое-многое другое. Студенческая жизнь, она веселая, яркая и разнообразная, но она так быстро пролетает. Вот буквально вчера ты сидел и готовился к своей первой сессии, а уже сегодня ты пишешь свой диплом. Ой, да напишешь ты свой диплом, еще много времени. Ага, целый месяц. Но пока я пишу свой диплом, я предлагаю посмотреть вам, как прошел Экватор 2017. Ребята просто умнички. Долго тренировались, усердно репетировали и вот результат их стараний. Да ладно, ребят, все нормально, все хорошо. Просто этот жирный меня бесит. Эй, иммигрант, пойдем выйдем, перетрем? Легко, пойдем. А нет, там стреляют. Ну его нафиг. Ну его нафиг. Очень находчивый гопник. Опа. Опа. Ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok Первая республиканская битва экстрасенсов. Встречаем нашего следующего экстрасенса. Это черный маг. Черный маг Анариус. Он является мастером поворотов, отворотов и подворотов штанов. Он общается с миром живых ВКонтакте и с миром полумертвых в Одноклассниках. Итак, скептики, вам слово. А откуда вы узнали, что владеете экстрасенсорными способностями? Я являюсь наследником таких магов, как... Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Кубайдульна, Софи, Ренат Ибрагимов, Алсум, Марат, Сайфин, Лар, Дасаев, Ренат, Хамат, Вачулпан. Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Кубайдульна, Софи... Все-все-все-все, спокойно. Остановись. И это только мать! Мы хотели показать вам наше единство. Единство противоположностей. Столько разных факультетов, столько специальностей. Но как люди не могут жить друг без друга, так и факультеты не могут существовать отдельно. Ребята! Ну а что мы вам хотели сказать своим выступлением? Неважно, на каком факультете вы учитесь. Это Истфак, это Эканон здесь. Для нас не проблема раскачать зал весь. Вы не расходитесь, погодите. Лучше все вместе похлопайте элите. Мы не шутим про Шурыкинуз, пусть говорят. Если лошадь рожает, рожает лошадят. Парень с длинными пятками долгопят. Вон филфак, там не звонят, там звонят. Мы с ребятами давно уже на этой сцене. Археологи не впервые в КВН. И с каждым разом итог у нас всегда один. Бойтесь, соперники, мы снова победим. Но вот что самое удивительное, подождите. Наш дом, Донецкий национальный университет, тоже путешествует. Да только не в пространстве, а во времени 80 лет путешествия. 80 лет единства. 80 лет нерушимости и стремления вперед. И это не конец. И даже не экватор. Эканон! 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 А видите, на боке? Меня сначала закрыли, потом шары не дали. Ничего нельзя. Эканон! 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 Субтитры создавал DimaTorzok